Кончание первой седмицы, Святой Четыресиаде. Вот я в прошлый раз начал уже читать поучение Святой Четыресиаде Ситага преподобного Авдорофея, где он показывает, почему был введен в Великий пост. Я просто кратко вам это напомню, потому что очень важно нам не забывать цель нашей добродетели, для чего мы ввязаемся. Как говорил апостол Петр Господу, вот все мы оставили, а что мы будем иметь? Вот так человек устроен, он всегда скажет, а что мы будем иметь? И вот, я просто напомню кратко, в законе написано, что Бог повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину из всего, что они приобретали. И делая так, они имели благословение во всех делах своих. То, что они приобретали на полях, на стадах, где-то вот что-то покупали, а на десятина отделяли. В общем, там была очень сложная система десятин. Была такая десятина, которую отделяли именно левит. Ее складывали дома. И, очень интересно, никто не мог ее искрами левитить. Левит мог прийти домой к изолитянину и это съесть. И бывали такие ситуации, что враги окружали город, прикрывали воду, подвоз питания. И вот у них эта десятина лежит, а они под законы есть не могут. Знаете, вот какая была вера и какое терпение. Удивительно, да? Вот поэтому это десятин они отдавали, чтобы имели успех в своих делах. А для нас, кстати, очень важны дела. Да, мы так заботимся о наших делах, что иногда в храме ходят. Я знаю, вот все постановления закона, святые апостолы установили или передали на помощь нам, то есть христианам, как благодеяние душам нашим, еще нечто большее, вообще отчайшее. Не то, чтобы отделять что-то из имения, но чтобы мы отделяли десятина от самих дней жизни нашей и посвящали ее Богу. Дабы мы таким образом получили благословение на все наши дела. Видите, это остается. На дела мы получаем благословение. И еще ежегодно очищали грехи, сделанные нами в течение целого Бога. Вот Святой Отец подчеркивает, что через это еще очищает человека грехов. То есть освящается, освящается через Бога. И вот рассудив таким образом, они апостола делили десятый час года, чтобы мы ее посвящали. Ну, идеальный образ проведения поста, я почитаю в житии Марии Кирилльской, да, когда монашествующие ходили в пустыню, и 40 дней практически, да, до верного воскресенья, мы были в пустыне, и там питались травой, а главное, ни с кем не разговаривали. Только звери были, ни радио, ни телевидение, ни сети, ни газеты, ни чего. Вот это идеальный пост, конечно. Но мы живем в миру, мы должны, учитывая всю свою ситуацию, к этому стремиться, чтобы посвятить это время. Поста дает, сподобится благословение на дела и очищение, да, просвящение человека. И так, говорит Святой Отец, блажен, кто хорошо и как должен сохранить себя в святые дни. Вот эти дни, они особо святы. Ибо, хотя и случится ему, как человеку согрешить по немощи или по нерадению, но вот Бог дал сие святые дни для того, чтобы, если кто постарается, со вниманием и с миромудрением позаботиться о себе и покаяться о грехах своих, он очистится от грехов, которые сделал подложение всего Бога. Тогда душа его освободится от тяготыми, и таким образом он очищенным достигнет святого дня воскресения, и неосужденно причастить святых тайн, сделавшись через покаяние сей пост новым человеком. Вот видите, пост нас делает новым человеком. Или, как это апостол Павел, новой твари. Таковой в радости веселье духовном при помощи Божьей будет праздновать всю светло-пятьдесятницу. Вот тоже одна из целей. Ведь человек очень любит радость, он любит удовольствие. Поэтому мы видим, как много всевозможных приспособлений для этого. И театр, и фильмы, и ресторан, и прочее. Это все же для чего делается? Чтобы человек пришел, получил радость. Но это радость тленная. Она временная. Это радость, которую говорит Своя Отец, а это радость райская, нетленная, духовная. Очень важен в этом. И значит, такой в радости веселье духовном при помощи Божьей будет праздновать всю Пятидесятницу. Ибо Пятидесятница, как говорят святые отцы, есть покой и воскресение души. И сие означается тем, что мы во всю Святую Пятидесятницу не преклоняем колено. Вот если мы в течение поста преклоняем колено, да, земные поклоны делаем, то мы знаем, что начиная с Пасхи, все Пятидесятницу не преклоняем. Это знак того, что Господь воскрес, и мы воскресли, и вера воскресения. Словом, каждый желающий все дни поста очиститься от грехов, сделанных в течение целого года, прежде всего должен удерживаться от множества яств. Ибо безмерие пищи, как говорят отцы, рождает для человека всякое зло. Мы знаем, что у человека есть три страсти – себялюбие, словолюбие и серебролюбие. Вот чревогодие, оно называется «себялюбие». То есть правильный перевод точно из греческого «телолюбие». Человек любит тело, и оно, это любление тела, может в разных привязках, как бы по-разному. И потом, значит, желающий очиститься от грехов должен также остерегаться, чтобы не нарушать поста без великой нужды. Ну, в нашей ситуации в миру такой бывает. Родственники приглашают на день рождения, и попробуй не прийди. И обидятся вообще на всю жизнь. Вот тут тоже очень важна мудрость, важна молитва, как вот с этим быть, или еще что-то может быть. Ну, вот в советское время еще любили, там, скажем, научные дни собираться, в день рождения отмечать, это было по столу, там торт принесут, шампанское. Бывает разное, было разное. Тоже очень важно, чтобы Христиан правильно себя вел в эту ситуацию. Итак, кто желает очиститься от грехов своих, тот должен с большим вниманием остерегаться, избегать видов чрево-бодия, ибо им им удовлетворяется не потребность тела, но страсть. И если кто предается им, то это меняется ему во грех. То есть, если кто предается страстям, потому что надо же питаться, надо поддерживать тело, потому что тело дается человеку, чтобы он Богу служил, в частности, чтобы он мог совершать добрые дела. Потому что если человек заболеет, то от этого никакой пользы не Богу, и не самому человеку, а другим людям. Вот я имею в виду, да, если он заболеет по своему невниманию, да, по своей небрежности. И как в законном браке и в лудодеянии действия бывают одно и то же, но цель составляет различные дела, ибо одни совокупляются для рождения детей, а другие для удовлетворения своей сладострасти, то же самое можно найти в отношении пищи. Есть по потребности, есть для удовлетворения вкуса, дело одинаково, да, внешне не отличается. А грех заключается в намерении. Есть по потребности, значит, когда кто-нибудь определит в себе, сколько принимать пищи в день, и если видит, что это определенное им количество пищи отяготило его, и нужно он и несколько уменьшить, то он уменьшает его. И если оно не отяготило его, и недостаточно для тела, так, чтобы надо бы прибавить немного, он прибавляет несколько. Но для мирян это очень важно, потому что один там машину водит, такой тяжелый, другой лопатой работает, а третий за столом сидит, у всех разный мир. А Авадорофей очень любит эту тему. Вот если вы помните, как он Адосифея приучал, к пасту, Адосифей преподобный, который у него в монастыре был, он спасся за пять лет. Хотя он из такой очень семьи, приближенный к императору, он воин, и привык пытаться хорошо, потому что ни в чем там работал. И вот Авадорофей постепенно его приучил к пасту, убавляя, убавляя количество пищи. Поэтому Авадорофей к этому часто возвращается. И таким образом, убавляя или прибавляя пищу, хорошо испытав свою потребность, следует потом определенной мере, и вкушает пищу не для усложнения вкуса, но желая поддержать силу своего тела. Однако и то немного, и потребляемая к имлибут пищу, должны принимать с молитвой и осуждать себя вкупусе своем, как недостойного никакой пищи утешения. Видите, очень интересное прибавление. Кушая пищу, мы должны себя считать недостойными этого. Но вообще-то, в какой-то мере для нас понятно, городских жителей, мы не сеем, не пашем, да, только идем. Вот если бы мы этим занимались, скажем, как это делали наши предки, мы не понимали бы вообще, насколько это все сложно и трудно, да. И вот мы должны себя осуждать и считать недостойными никакой пищи утешения. Должны также обращать внимание на то, что другие люди, вот очень важно, мы часто обращаем на других, что другие люди по какой-либо случающейся потребности или нужде бывают успокоены, чтобы самому не пожелать покоя. Ну, часто завидуем, завидуем это, да, ну, как большевики агитировали наших предков. Вот богатые живут хорошо, а вы плохи, да. Вот они живут в покое, а вы живут в непокое. Вот Святой Отец про это говорить. Если бы православные это читали в XIX веке, а эта книжка переведена, уже, по-моему, если не ошибаюсь, в XIX веке она была в России, он много о чем не понял. Вот не должен обращать внимание на то, что другие люди живут в покое. И вообще нет, вот так же замечать, что и важно, и не должно думать, что покоение, успокоение тела легко для души. Вот наше тело, оно ищет успокоение. Святой Отец говорит, не должен думать, что успокоение тела легко для души. Поэтому мы должны, принимая пищу по телесной потребности, осуждать самих себя и почесать себя недостойными всякой утешения. И даже самой, ну, он тут пишет, монашестой, можно сказать, самой христианской жизни. Потому что то, что мы христиане, это милость Божия. Вот мы можем выйти сейчас из храма, увидеть вообще множество людей, которые христианской жизни не знают. Да, вот, даже видно, машины там, сейчас вообще-то христиане все должны быть в храме, но по причине того, что воскресный день начался, я уж не говорю о внешних условиях, это само собой. А то, что воскресный день начался, и заповедь, мы должны воскресный день почитать. Да, даже есть такой канон, что если кто три воскресного дня не пришел без уважительной причины в храм, с тем епископ должен разбираться, вот, отлучать его причастие, почему он не пришел тогда. Вот, а мы этого не ценим. И дальше святой отец говорит о том, что мы все тоже знаем хорошо. И не только в пище мы должны соблюдать меры, но удерживаться от всякого другого греха, чтобы как поститься чревом, так поститься языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от натяжения других людей, от гнева, и от всякого греха совершаем языком. Также должен поститься глазами и ушами. То есть не смотреть на судьбные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и бесстрахно. Также руки и ноги должны удерживать от всякого злого дела, постаясь таким образом, как и Василий Великий, постом благоприятным, удаляясь от всякого греха, совершаемый всеми нашими чувствами, мы достигнем святого дня воскресения, сделавшись, как мы сказали, новыми и чистыми и достойными причащения святых тайн. Ибо Ему, то есть Господу Иисусу подавает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь. Помоги Господи в роде и все. Спасибо. 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 Продолжение следует...